Всем привет! С нами Константин Барковский, адвокат Александра Дорогова. Константин, какие новости об Александре? Да, здравствуйте! У меня жуткие и очень тревожные новости. Значит, начну с того, что с момента проведения следственных действий 8 августа, когда была следователем назначена и проведена многострадальная для следствия и потерпевшего очная ставка, подлящаяся 7 часов. Значит, следующие следственные действия были назначены на вторник, 11 числа. Следственные действия были назначены в рамках уголовного дела, предусмотренного статьей 213, это хулиганство, и были назначены следователем главного следственного управления только по городу Москве. А как выяснилось, 10-го, то есть в понедельник, журналист Дорогов уже пропал из ИВС, был тихо увезен из ИВС Лобни в неизвестном направлении. То есть, как мне пояснил прокурор города Лобни, когда мы искали журналиста Дорогова около 10 суток, за ним приехал областной конвой, тут же без всяких вопросов и ответов забрал его дело, забрал самого журналиста Дорогова и увезли в неизвестном направлении. То есть, удалось выяснить, что он до настоящего времени находится в СИЗО номер 7 города Егоревска, Московской области, и, значит, с ним проводятся следственные действия сейчас в рамках уголовного дела по статье 213. Константин, ты говоришь, что из ИВС его забрали и увезли неизвестно куда. То есть, в ИВС они знали, куда его повезут, просто кто-то приехал и неизвестный забрал? Да, дело в том, что была некая процессуальная особенность, то, что именно областной конвой приехал, забрал сразу же его личное дело и увез в неизвестном направлении для сотрудников ИВС города Лобни. И поэтому мы не знали, где он находится. Хотя, согласно статье 7 федерального закона о содержании под стражей, следователь или орган, в производстве которого находится уголовного дела, обязан незамедлительно сообщить одному из близких родственников об изменении места содержания подозреваемого или обвиняемого. Этого, естественно, сделано не было. Поэтому около 10 суток фактически журналист Дорогов находился в неизвестном месте для его близких родственников и для защиты в том числе. Там ехать-то, наверное, часа 2 от Лобни до Егоревска. По дороге никаких приключений-то не было? Вы знаете, как выяснилось потом, значит, при общении с моим подзащитным журналистом Дороговым, его областной конвой направил в следственный изолятор на спецтранспорте совместно с обвиняемым, который страдает заболеванием туберкулеза. Понимаете, когда моего подзащитного Дорогова привезли в следственный изолятор, соответственно, он был осмотрен врачом. Потом врач спросил у него, первый вопрос, ты болеешь туберкулезом? Нет. А чего вы сюда привезли? Зачем? Для чего? Мы сюда, тем более из Лобни, никого не принимаем. И это был единичный случай, когда моего подзащитного привезли именно в Гегоревск. Настолько далеко и в этот город. Константин, итак Дорогова вы увидели только 20 августа. Кто вас уведомил вообще о том, что он находится в Гегоревске? Да, совершенно верно. С моим подзащитным журналистом Дороговым я встретился 20 августа. 19 августа было уведомление от следователя ГУВД, теперь уже города Москвы, не Московской области, о том, что 20 числа будут проводиться следственные действия по уголовному делу, предусмотренному статьей 213, частью 2. То есть это хулиганство группы лиц по предварительному сговору. Это та самая история с Сверхозом, я так понимаю? Да, 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 конечно. Это та самая история, в рамках которой мой подзащитный был признан потерпевшим по статье 115, то есть причинение легкого вреда здоровью. Так вот, 20 августа я приехал для проведения следственных действий в следственный изолятор номер 7 города Егоревска. И что я увидел? Значит, ко мне вышел очень изможденный человек с явными признаками телесных повреждений. У него было кровоизлияние, то есть, чтобы зрители понимали, это синяк под левым глазом. У него, значит, было разорвано ухо. У него было кровоизлияние синяк на левом плече. У него были полностью отбиты ребра, у него были, значит, повреждены предплечья, у него была повреждена нога, он хромал и подволакивал ногу. Он находился в том числе, значит, в белой майке. Она была полностью вся в застиранных пятнах крови красного цвета. У него были красные глаза. Значит, естественно, мы провели беседу перед проведением следственных действий. Он пояснил, что на него произошло нападение. Причем нападение произошло как раз 10-го числа. Я напомню, что на 11-е были назначены в ВВС города Лобни следственные действия, а 10-го его уже тайно привезли в Егоревск, и там на него было совершено нападение. Ему, значит, при нападении пояснили, что это за твою профессиональную журналистскую деятельность. Прям так и сказали. Да, прям так и сказали. Не менее 4-х человек, значит, и его ночью на него напали. Ну и сами понимаете, что там происходило в плане телесных повреждений. А кто напал? Полицейские, заключенные? Нет, это были, конечно, не полицейские, это были сокамерники. То есть люди, которые в том числе находились вместе с ним в одной камере в следственном изоляторе номер 7 города Егоревска. А сколько вообще людей было в камере? Или было только четверо, и все они его избивали? Нет, там допускается до 10 человек, как сказали, значит, администраторы. И со слов моего подзащитного, в нападении на него принимало участие не менее 4-х человек. Вы же понимаете, там не подходят и не вызывают на дуэль, а нападают и, соответственно, причиняют телесные повреждения. Причем эта информация не то, что это голословные какие-то заявления защиты, это уже информация проверена. То есть общественная наблюдательная комиссия по Московской области, по моему заявлению, была проведена предварительная проверка. Вчера допоздна они работали, значит, по моему заявлению. И ими был установлен факт того, что у моего подзащитного журналиста Дорогого имеется ряд серьезных телесных повреждений. Хуже всего, что администрацией следственного изолятора этот факт был скрыт. Каким образом? Ему, моему подзащитному, значит, было сказано, что если он будет поднимать, значит, какую-то огласку, то его переведут обратно в ту же камеру, где ранее он был подвергнут избиению, то есть на него было совершено нападение. Сейчас он находится в камере, значит, с некими педофилами и лицами психического здоровья, которых сейчас под большим вопросом. И, я так понимаю, что проводят соответствующие экспертизы. Ну, то есть вы понимаете, какой контингент находится совместно с журналистом, судебным корреспондентом. Ну, давай называть вещи своими именами. Я так понимаю, это была такая пресс-хата, куда доставляют неугодных властям, ну, полицейским очевидно, и где их прессуют. И когда ему сказали, что вот ты снимаешь ролики, типа вот получи за это, у них была какая-то цель просто избить, напугать, или заставить больше не снимать ролики, или что вообще? Как ты сам считаешь, что было в официальной цели этого акта? Видите, я защитник, профессиональный советник в области юриспруденции, поэтому я говорю то, что мне пояснил мой подзащитный. Ему было четко сказано, что это за твою профессиональную деятельность, за сюжеты, которые ты снимаешь, и привет тебе сам знаешь от кого. Вот, поэтому нетрудно догадаться, со стороны кого был сделан этот заказ. Тем более, раз уж мы говорим на эту тему, я не буду скрывать, что порядочные арестанты такими вещами, такими нападениями не занимаются. Соответственно, все было совершено сведомо администрации. Вот, и, соответственно, это было скрыто потом, поэтому до приезда защитника об этом никто не узнал. Это после, значит, нашего с ним свидания были проведены следственные действия, было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, находящегося в производстве ГУВД города Москвы, по части 2 статьи 213, это хулиганство группы лиц по предварительному сговору. Вот, конечно, нами было заявлено, что мы просим возбудить уголовное дело за препятствование законной деятельности журналистов, а также, значит, ранее мой подзащитный журналист Дорогов был признан потерпевшим в рамках уголовного дела. Этого же, кстати, из которого 213 статья вытекает, значит, был признан потерпевшим по статье 115, это причинение легкого вреда здоровью, и нами было дополнительно заявлено, чтобы была произведена переквалификация, потому что у моего подзащитного журналиста Дорогова были похищены личные вещи и профессиональное журналистское оборудование. Вот, поэтому квалификация действий тех лиц, которые напали на моего журналиста, моего подзащитного журналиста и его, значит, коллег, должна быть только как разбойное нападение, то есть преступление, предусмотренное статьей 162 Уголовного кодекса. Константин, когда ты узнал о нападении на Дорогова, какие тобой были меры предприняты в отношении всего этого беспредела? Значит, первым делом мной был осуществлен звонок в дежурную часть ГУВД Московской области, были оставлены координаты, регистрационный номер защитника, данные, значит, журналиста Дорогова, и было сообщено о преступлении, то есть о нападении на журналиста. После этого я пошел на прием к прокурору города Егоревска, прокуратуры города Егоревска. На приеме также были сделаны соответствующие заявления, которые были зарегистрированы в соответствующих журналах и соответствующим рапортом об обнаружении признаков преступления и переданы в Следственный комитет прокурору. Более того, мною было составлено обращение в общественно-наблюдательную комиссию Московской области. Ну вот они потом на следжение поехали, да? Да, и в том числе господин Мальцев проводил проверку. Вот. И, конечно же, была составлена мотивированная жалоба на имя прокурора Московской области с описанием всех, значит, преступлений и правонарушений в отношении журналиста Дорогова и направлена по соответствующему адресу. Скажи, пожалуйста, может ли общественность, либо линия защиты, страна защиты, либо какие-то органы повлиять на руководство СИЗО-7, дабы его перевели в нормальную камеру, ну, нигде нет, там, и всяких педофилов, или не в пресс-хад, чтобы он сидел в нормальном, ну, обществе, ну, не таком, вышеперечисленном, ну, соответственно, не опасался за свою жизнь и здоровье, ну, и дополнительно, чтобы ему начала оказываться немедленная медицинская помощь? Конечно. Нами одновременно в рамках допроса в качестве обвиняемого по 213-й было также заявлено ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы. Что касается нахождения в камере самого журналиста, это, конечно, выпиющее нарушение закона, норм материального и процессуального права. Конечно, это требует общественного резонанса, общественного порицания. И я надеюсь, я уверен, что общими усилиями мы добьемся справедливой, значит, деятельности от администрации следственного изолятора номер 7 города Егорьевска. Да, Казатин, спасибо большое тебе. И если, может быть, Александр что-то передавал, ну, не для своих родных, а для, там, ну, зрителей тех же подписчиков, какие-то слова. Да, вы знаете, журналист Доргов, он передал, что он никогда не сломается, он продолжит свою журналистскую законную деятельность, вот, он все выдержит и просил передать, чтобы его поддерживали всеми возможными законными способами и методами. Казатин, спасибо большое. Будем надеяться, что, естественно, все наладится. А ближайшие следственные действия какие у Александра? Пока следователи как ГУВД Москвы, так и ГУВД Московской области нас не уведомляли о каких-либо следственных действиях. Нами, значит, ожидается рассмотрение жалобы апелляционной в Московском городском суде. И хотелось бы получить ответы, потому что мною было подано четыре ходатайства на имя следователя, четыре жалобы в Московскую областную прокуратуру, одна жалоба на имя начальника следственного отдела, значит, ГУВД Московской области. Вот, по двум фактам, пока по двум только, фактам, значит, незаконной, выпиющей и просто возмутительной деятельности следователя были поданы жалобы в порядке 125-й статьи УПК в Тверской районный суд города Москвы, и мы ждем рассмотрения. И я думаю, что апелляционная жалоба, рассмотрение апелляционной жалобы в Московском городском суде до настоящего времени назначено, потому что мой подзащитный журналист Дорогов был просто синего цвета. Как они могут представить его в таком виде в суде? То есть они, получается, прятали, специально прятали, избили, даже 11-го не увозили на какие-то следственные действия? Конечно. Ну, то есть 11-го числа следственные действия назначены, адвокат приезжает за 100 километров, ни следователя, никого, ни подзащитного, вы понимаете? Где, а мы вам не скажем, мы, значит, якобы не знаем. Вот, понимаете, вот такая ситуация. Хотя законом четко предусмотрены и расписан алгоритм действий следователя в этих ситуациях. Это нарушение грубейшее, право на защиту. Я вас понял. Хорошо, Константин, спасибо большое. Будем ждать от вас других новостей, все-таки более приятных, более добрых, нежели сегодняшние. Спасибо. Спасибо, до свидания. Друзья, мы столкнулись с настоящим полицейским произволом и беспределом. Вы все прекрасно видите. Людей неугодных власти травят, избивают, сажают, запугивают. Именно это происходит сейчас с Александром Дорговым, и я боюсь, что это коснется и Яна Николаевича Котелевского. Но Котелевский уже во вторник будет вновь встречаться с адвокатом, будут очередные следственные действия. Александру Доргову адвокат будет ездить регулярно, ну, помимо того, что будет ездить к нему ОНК. ОНК подтвердило факт избиения, назначена проверка. А теперь просьба Александра к вам, его зрителям и подписчикам. Он просит помочь его семье. Он просит писать ему письма. Письма ему можно писать, можно и нужно. Индекс 140301, Московская область, город Егорьевск, улица Октябрьская, дом 20, СИЗО 7. Доргову Александру Борисовичу. Пожалуйста, напишите ему письмо, это у вас займет 20 минут. Да, конечно, ему нельзя отправить электронное письмо. Но, пожалуйста, напишите, сходите на почту, отправьте ему письмо. Ему это сейчас нужно. Ему нужна поддержка. Его держали в информационной изоляции почти 10 дней. Ну, просто мы понимаем, что человек начинает переживать. Может быть, даже думаем, что его все забыли. Естественно, никто его не забыл. Мы помогаем его семье, помогаем с адвокатами, помогаем с продуктами. И в том числе, конечно же, это все и благодаря вашей поддержке. Мы очень благодарны всем вам. Вас сотни. Вас сотни, и там люди помогают, чем могут. Но Александр справедливо рассуждает, что засадили его надолго. Но это не повод забывать человека. Нет, ни в коем случае. И мы его не бросим и не забудем. Так же, как с Навальным, которого отравили и долго мурыжили, не выпуская его за границу. И я прям вот переживаю честно за него. Я говорю, что Леха, живи. Мы надеемся, что все это закончится благополучно, как это было с Владимиром Карамурзой, с Петром Верзиловым и многими другими людьми, которые не нравились власти и которых наглую травили неизвестными ядами. И, ну, благо, что потом медицина все-таки восторжествовала. С Дорогом обходится жестче, проще. Это проще для тех людей, кто на него затаил обиду. Но этого нельзя допустить. И мы понимаем, что мы должны об этом говорить, кричать, подключать все возможные инструменты социальных институтов. Это и СМИ, это и правозащитные организации, это какие-то фонды, это, возможно, даже пикеты в поддержку Александра Дорогова. Может быть, возле СССР. Может быть, в Московской области. Может быть, возле Егорьевской прокуратуры, которая так вот... Что? Какие там жалобы? Мы даже ничего и не знаем. Адвокат продавливал, чтобы приняли жалобу на вот по факту избиение Дорогова в Егорьевском средственном изоляторе. Мы все это будем делать. Мы это будем делать в любом случае. Даже если сейчас у нас тоже ударят канал или там кого-то еще посадят. Нет, мы будем продолжать это делать. Но в том числе с вашей поддержкой. Очень сильно всем вам признателен. Завтра у нас будет стрим. Я надеюсь, что он произойдет. Часов в 5-6. Есть. Пожалуйста, приходите. Будем рассказывать то, что вы не услышали в этом ролике. Ну, потому что много информации. Надо ее как-то сейчас осознать. И в том числе, я думаю, что к этому времени какая-то, может быть, еще новая информация появится от тех же ВНК. Спасибо за внимание. Завтра стрим приходить. Маленькое, но важное дополнение. Супруга Александра сегодня отвозила передачу. Она узнала про лимиты в этом учреждении и просит вас, конечно же, писать письма, но не оплачивать заказы через ФСИН-магазин. Она сама все знает. Она ему сегодня отвезла передачу. И вот этот лимит 30 килограмм, если его превысить, то передачу просто не примут. А есть список вещей, которые Александру необходимы. И мы привезем ему в ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, пишите письма, но через ФСИН-магазин ничего не оплачивайте. Мы помогаем семьям и Александра, и Яна Николаевича. Супруги всегда с нами на связи в любое время. Любую помощь мы им оказываем, как моральную, так и просто там что-то привезти, отвезти. Все, что мы должны делать, пока Яна и Александра нет рядом с нами. Ребята, помогайте, но вот в этом моменте, пожалуйста, будьте аккуратнее. То есть через ФСИН заказ делать, никакие заказы для Александра и Яны не нужно. Мы справимся, мы все сделаем, мы все организуем. Все будет в лучшем виде. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова